Аудио РВ смотрели? Да, Аудио РВ, он актуальщину как будто начал делать. Ща, я видел какой-то видос от него. Эээ, пикап-тренер ломает жизни. О, давайте глянем, давайте глянем, окей. Окей. Доза Аудио РВ по веянию пошла. Добрый день, сегодня прогоним пару матов о так называемых пикап-тренингах, их вреде, пользе и влиянии на жизнь обычного кисика. Итак, для начала... Я предал вас, я смотрю деда с женщиной. Ты заставил женщину смотреть этот стрим, бля, чел, нахуй, бать ты. Чел, ну я не знаю, это какое-то издевательство над животным. Короче. Пикап-тренинги, также известные как тренинги соблазнения или знакомств, это семинары, которые обучают людей, чаще всего мужчин, навыкам привлечения и соблазнения потенциальных партнеров. Цель таких тренингов – помочь участникам улучшить свои навыки общения и взаимодействия с противоположным полом, а также повысить свою уверенность в себе при знакомстве и в общении с людьми. Чаще всего такие мероприятия проводятся за доллары. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на Donatov.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Суть – это научить посетителей не стесняться заговаривать с незнакомцами на улице, в кафе, барах и так далее. Также используются различные техники по поддержанию интереса собеседника, навыки невербальной коммуникации типа язык тела и выражения лица, ну и умение читать и правильно интерпретировать сигналы интереса от других людей. Довольно сложная... Я уже рассказывал, как я ходил на пикап-курсы. Там рассказывали то, что тренер прячется там в кустах, на вас скрытая камера, и потом, когда вас отшивают, он показывает вам, как, что вы сделали неправильно, короче. Я всегда себе это представляю, знаете, какая-то фотка мужик с биноклем, а вторая рука нахуек. Гаритмы абсолютно полностью взяты из НЛП. Но об этом далее. Пикап делится на несколько волн. Первая волна – это середина 90-х, когда это учение было создано где-то за бугром. И в ВСЖ люди собирались найти тренинг. Ну, бля, я приехал в Москву, я не знал, как общаться с женщинами. Нашел пикап-тренинг какой-то, блядь, рядом с Кремлем. Короче, там какой-то торговый центр заброшенный, как будто, блядь. И там сейчас вроде парк зарядья. Вот, и я туда зашел, и там у тебя сидел, и они там рассказывали, вот, как там к девушке подкатить все хуйня. Мне лет 17 тогда было, блядь. Ну, я не горжусь, не горжусь этой хуйней. Тенинги, чтобы побухать и поговорить о жизни. Что касается настоящих тренингов, то они появились в начале 2000-х. Именно отсюда... Ну, бля, я уже рассказывал до хуя раз, ну, ладно, еще раз расскажу. Ну, короче, прихожу туда, сижу там. А то, типа, первое занятие бесплатно, там, пиздец, там, нахуй, такая... Такой винегрет из людей был. Там обычные челики были, какие-то программисты, знаете, такие, типа, согнутые, пиздец, чуваки. Как будто реально там, блядь, из дома никогда не выходил. Таджики какие-то были, чуть ли не в этих... В жилетах пришли. А сзади какие-то комнатные качки, короче, сидели. Вот. И... А сзади сидели какие-то качки, знаете, такие, которые носят водолазку в обтяжку, чтобы, типа, мышцы казались больше. Но при этом с живот выпирает. И он... И что-то там рассказывают эти пикап-мастеры, там, что вот девушка, да, вот там... Вы же хотите не... Ну, не просто, там, это... Вы хотите любовь, там, наверное, да. Вот у меня был друг, он там думал, что вот нужны деньги, чтобы женщина была. Деньги заработал, женщины не было. Думал, дом надо купить. Купил дом, женщины не было, там, прочее, прочее. А вот тут надо чувствовать, нужно понимать женщину. И сзади один из этих качков такой... Э, типа, бля, ебаться когда с... Я просто сижу на х... Мне 17 лет, я, блядь, в чужом городе, на каких-то курсах, я такой... Блядь, я съебал, короче, оттуда какой-то пиздец. Пошла тема выводить рандомных воськов без социальных и коммуникативных навыков в так называемое поле и тупо заставлять их подходить к девкам, пытаться выудить номер и познакомиться. Суть состоит в том, что никакие прокачки навыков не нужны. Ты мужик, выходи в поле и делай дело. Похуй, что у тебя от количества отказов самооценка нахуй рухнет, потому что у тебя нет навыков общения, ты не можешь никого заинтересовать. Курсы не помогли отцу. Ну и только еще больше апатия. Сам я о пикаперов узнал в году, это в 2009, когда все методички по так называемым... Да я, типа, в Москве, ну если вообще никому не знаешь, база была, это какой-нибудь дейвинчик ебаный или еще какое-нибудь дерьмо, там, группы по знакомствам или еще... Ну, короче... Конечно, коринжа наловил в то время, ну и было что-то прикольное. Ну, сейчас это... Ну, не знаю, наверное, у молодежи какие-то свои там приколы уже. Спустя 10 лет. У пикапа выходили в виде текста на форуме. И приходилось читать целая полотна истории о том, как очередной скуф залапал Стейси на отдыхе в Турции. И это была уже вторая волна пикапа, когда людям затирали, в принципе, то же самое, просто пересказывая книги по НЛП... До сих пор на дейвинчик подписан в Инсте. Чего, блядь, подожди, что... Я Инстой не пользуюсь, так что похуй. ...правляя это собственным видением и шизой. Но тут уже появляется такое явление, как отношение к биопроблемам и саитию, как к игре. Жизнь без особых напрягов и также на язичах заваливать деваху на тряпки. Главное отличие от первой волны это отсутствие всякой неадекватной хуеты, типа танцев и песен посреди вагонов метро. Обязательная... Типа женщина, это как... Опять же, очень... Это сравнение не в том плане, окей? Контекст важен. Женщина, это как с собакой. Ты хочешь собаку, да? Ну, круто там, собака, верный пес. Но ты, когда заводишь собаку, ты понимаешь, что там, ебать, ее мыть надо, там, что-то убирать, там, ей прививки делать, там, дохуя вообще всякой залупы. То же самое с женщиной. Ты... Хочется, там, няшную тяночку прочее, но у нее там свои нужды какие-то, блядь, ей слушать надо. Ну, это полный пиздец. Я не знаю, это вообще того не стоит. Рандомные подкаты для людей без подготовки социальных навыков и тому подобное. Вторую волну. Перед биоподкатами чаще всего для посетителей проводили мини-сеансы психотерапии. Где выяснялись основные проблемы биопрошеки? Я про то, что в погоне за чем-то прекрасным мы забываем, что, ну, мы все еще в реальности. Привки индивида и в чем может быть причина отсутствия соития? Однако в середине 2010-х годов интерес людей к этой теме быстро угасает и все горе-тренеры перекатываются в тренеров успешного успеха и бизнес-молодость. Слово «бизнес» расшифровывается как «база». Стоит уточнить, что же такое НЛП. Это, так сказать, метод коммуникации и личностного развития, который создали 50 лет назад в США. Основные принципы – это растворить ваши комплексы, анализ успешных моделей поведения людей, чтобы перенять полезные части их стратегии, использование определенных языковых конструкций для достижения цели. Другое дело мужик, да, дед? Мужик самостоятельен. Мужик сам все умеет делать. Я всегда... Ну, мужики, реально кайф. Еще вера в то, что люди имеют предпочтительные способы восприятия информации. Визуальные, аудиальные или кинистические. И на основе этого строят свою... Чеканная монета, чеканная монета... О-о-о... ...картину мира. Но и, на мой взгляд, главное – это калибровка. Как я ее называю, биопрошивка. Это то, как вы себя ведете, ваши вербальные и невербальные сигналы, язык... Погоди, ты про собаку или... Тело, тон голоса, манера разговора, мимика лица, ваше поведение в целом. На стадии первого знакомства именно этот фактор палит интернет-юзера, что он никакой не альфа-мейл, а обычный игрун World of Warcraft по 18-17 часов в день с искривленной спиной и неуверенным голосом. Девахи это быстро считывают и, разумеется, отказывают такому человеку. Многие люди говорят, типа, будь увереннее при знакомстве. Но нужна не просто уверенность. Для успешных биоподходов на улице нужен неподдельный похуизм и уверенность. И просто так такое состояние не приходит. Некоторые еще биопрошивку называют харизмой, но мне проще говорить по старинке. И нет, NLP не является тем, что поможет 100% и поможет решить все проблемы и позволит зомбировать людей своим даром убеждения. Там есть полезные советы для общения, но не более. NLP было задумано как инструмент снятия модели поведения человека, чтобы коммуникация шла проще. Однако, к сожалению, это было воспринято так, как будто можно загипнотизировать человека и управлять всеми его мыслями с помощью техник типа якорения. Якорение – это техника NLP, при которой определенное состояние или эмоции связываются с конкретным стимулом, например, прикосновение или жест. В кейхапе эту технику можно использовать, чтобы ассоциировать себя с позитивными эмоциями у собеседника. Пример. Первый шаг – попросите человека вспомнить неприятную ситуацию. Задавайте наводящие вопросы, очертите временную рамку, расспросите о переживаниях. Шаг второй. Как только заметите, что изменились чувства, установите якорь с помощью прикосновения, сжатия запястья, пальца или кулака. Не отпускайте руку, пока человек находится в возбуждении. Третий шаг – смените место. Попробуйте вспомнить приятные моменты, задавайте сопутствующие вопросы. Установку выполняйте на пике эмоционального подъема. Накал чувств по энергетике должен перекрывать негативные воспоминания. Для этого используйте метод прерывания, предполагающий переход от негативных эмоций к нейтральным. Расскажите смешную историю, отвлеките внимание от проблемы с шутками. Четвертый шаг – как только человек начнет прокручивать в голове ситуацию и войдет в нужное состояние на противоположной руке, поставьте позитивный якорь. По такому же принципу. Ну и так по кругу. Вам надо... Бля, знаете, в чем проблема женщин? Смотрите, главная проблема женщин в том, что мужики настолько уже, блядь, себе мозги выебали, как к ним подкатывать. Уже такой хуйней страдают, потому что женщины уже от этого заебались. Но, с другой стороны, они настолько много всякого странного увидели, что их пиздец как сложно впечатлить. Эта хуйня, она очень редко состыкуется, короче. Вот, но... Такие вот дела. Даже не психотерапевту, даже не психиатру, вам нужна психиатрическую больницу. Это первое. Второе. Почему там? Потому что вы опасны. Потому что я не знаю, где вы работаете, но если у вас такая пустота здесь, то вы опасны для окружающих. Собственно, на пикап-тренингах давали возможность не только вкачать свой голос и манеру говорить, где вас научат правильно дышать и расставлять акценты, а также правильно одеваться и не носить дырявые треники среди людей. В особых случаях еще могли проводить обучение проукопашному бою и танцам, так как, по мнению некоторых пикаперов, танцующий самец очень привлекательный. Кстати, да, это чистая правда. Не оправдали надежд многих и не стали тем самым... Тем, мужчина, который умеет двигаться, у которого хорошая координация, он всегда действительно будет популярен у девушек. Это чистая правда, пацаны. Идите на танцы, там... Всякие танцы, короче, учитесь исполнять. Вот такие, типа, крутые. Вы вообще будете ультрауспешны. Он методом для большинства. Сколько у тебя было женщин? Не хочу хвастаться. Ноль. ...менеджеров среднего звена, чтобы обрести деваху без напрягов. В наше время популярности ТикТока, ну и Ютуба, появилось очень много каналов по прокачке своей маскулинности, всяких там возвращателей бывших и тех, кто сделает из себя альфа-час за 2-3 месяца с помощью вебинара. И в наше время большинство из этих личностей не называют себя никакими пикаперами. Уж слишком это слово себя опорочило за последние 15-20 лет, так как в массовом сознании сложилось мнение, что пикапер это, скорее всего, ебанутый шиз, манипулятор, женоненавистник, Алекс Лесли с его тренингами съеблей на улице и так далее. Главное базовое направление современных решателей биопроблем это, всякие там тренеры личностного роста, которые... Дед дает советы по пикапу женщин с его лицом и голосом. Блядь, ну не настолько я ужасно выгляжу, где нахуй долбоев. ...которые рассказывают про гормоны, рефлексы, устройства мозга, имея при этом в лучшем случае диплом о прохождении каких-то там курсов по физиологии и корочку из путяги в подарок. Также главный столб мира современных соблазнителей это игнор и баланс значимости. Что это такое по порядку? О, это база, это база. Еще Мэдисон говорил, тебе телка напишет в ЛС, кидай ее в ЧС, нахуй. Спустя два месяца вспоминаешь про нее, можно будильник, короче, поставить, вспоминаешь про нее, выпускаешь из ЧС, пишешь, да, что хотела, все, это, все, она твоя, нахуй. Телки, они, ну, любят, как там говорил этот Дантес, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Это очень важно. Игнор это метод, который просто молниеносно привлекает всех девок в округе. Даже бывшая вернется, увидев, как смачно ты ее заигнорил в личке. Девка, с которой ты раз сходил в кино, тоже стопрод заинтересуется тобой, если увидит, как ты два дня игноришь ее сообщение в личке. Но на самом деле, эта хуйня просто очередная техника, взятая из НЛП, под названием «Ближе дальше», «Эмоциональные качели» и так далее. Когда сначала ты с человеком общаешься, отлично, все заебись, а потом резко... Это Пушкин говорил? А ты был там, когда он это говорил? Я тебя там не видел. Сстраняешься. И так до бесконечности. Ну и главное, что работает это исключительно, когда интерес к тебе уже сформирован. Если же рандомный чел заигнорит девку, то он будет накручивать себе в голове, какой он альфа, а по факту девка будет ебаться на вписке, пока начитавшийся всякой херней герой будет превозмогать. Далее, баланс значимости. Это насколько сильно каждый партнер любит другого. Если вы любите вашу девку сильнее, чем она, баланс смещен в ее сторону. Если она любит вас сильнее, чем вы, то в вашу. Ну и также, кто сильнее дорожит отношениями, кто больше денег в них вкладывает, времени и так далее. И самое главное, это кто готов пожертвовать этими отношениями, уйти в игнор и сделать так, чтобы бывшая деваха вернулась обратно, несмотря ни на что. Бля, ну типа, если женщины приходят сыграть в эту игру, там, то, что, типа, игнор-не игнор, это не очень стабильное отношение, на самом деле, типа, там, игнор-не игнор. Типа, люди думают, что вот ты обманешь женщину, а потом в какой-то момент, все, типа, она к тебе привяжется, и будет с тобой стабильна. То есть, да, действительно, типа, это очень сложная хуйня с женщинами. Ну и пошли они на хуй, лоу. Я видел немало таких товарищей, которым показалось, что в их отношениях баланс значимости как-то не на их стороне, и они, дабы показать собственную значимость, просто кидали своих девок в расчете на то, что у них есть джокер в рукаве, и благодаря игнору и силе их решения кинуть деваху, она обязательно вернется, с еще большей охотой. Но не тут-то сука было. Большинство потом терпят и ноют на форумах и в комментах у этих менторов, о том, что сделал все, как ты сказал, а девка не вернулась. Да как так-то? Ну и вся суть исключительно в том, что если ты первым дропнул девку, то ты мужик со стержнем, и не боишься, что бабища от тебя первой уйдет. Ты первым разорвал коммуникацию, значит, у тебя правильный баланс значимости, и ты крут. Бейст, бейст, бейст. Женщину всегда надо кидать первым, пацаны. Чувствуете, что вот немножко отношения какие-то, ну, пошатываются-то что-то. Что-то она тебе слово что-то там не там вставила, все, блядь, уходи нахуй. Инста. Не давай женщине шанс. Я видел один ролик. Она тебя не заслуживает. С званием Хотите привязать человека? Бросьте его. Так вот, там вся эта херота рассказывается кратко, и что каждая деваха просто мечтает быть с тем мужиком, который готов ее дропнуть в каждую секунду. Да, 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 женщины любят такие. Ну, типа, это база, это правда. Ну, и дабы научить вас правильно бросать девку, предлагается платный месячный вебинар, так сказать. Работает это, опять-таки, как и ближе дальше, только в случае... А еще Мэдисон говорил, Наруто лучше Достоевского? Конечно. Более того, если бы Наруто дрался с Достоевским, он бы победил. Еще и крайней заинтересованности объекта. Конечно. Блядь, ну Мэдисон невозможно повторить. Это для манипуляций. Если этого интереса нет, то ты просто будешь сидеть перед монитором и строчить комментик, как ты послушал какого-то хуя из интернетов и дропнул единственную девку, которая на тебя обратила внимание. Здорово, геймер. Вы 25 лет. И удивительно, но она не спешит возвращаться. Игнор не сработал. А главное, что люди слушают, но не слышат. И речь скорее идет о том, что нужно ливать из отношений, где на тебе буквально ездят. Пока у Мэда был торт, все было хорошо. Как только зануды связался, все пошло по звезде. Сейчас вообще пиздец. Единственное, что смешное осталось в Мэдисоне, это геморрой. Ты только присмыкаешься и терпишь. Ну тогда да, нужно дропать смело. Но опять-таки, формулировки представ... Сука, мне сегодня в ютуб шортсах попались эти, блять, шортсы Мэдисона про Росукр молодежь. Я, блять, послушал, я думаю, это нейронка, наверное. Нет, это все было пост-эрония. Ставленные в подобных многочисленных видосах довольно витиеватые. И у меня тоже иногда складывалось ощущение, что деваху стоит дропать за неправильный взгляд в твою сторону. Так как еще говорилось о том, что вот если ты ливнешь от этой бабы, с которой ты зафейлил баланс значимости, то у тебя откроется дорога к другим многочисленным бабам. И путь к этому осознанию не просто. Мэдисон стримит стоя. Тебе просто... Не, ну, кстати, блять, чувствую, что-то, ну, когда много на стриме сижу, долго там, не встаю, все дела, что-то... Да, действительно, что-то... Че-то жопа прям, думаю, как бы это, возможно, профессиональное. ...нужно дорасти. Но по факту в жизни все работает не так, особенно у тех, кто смотрит каналы, которые продают тренинги по биопроблемам. Там дроп девки в большинстве случаев означает отсутствие энергии в ближайший год, а то и больше. А это ж из-за техника с дропом девок, я даже хуй знаю, откуда взята. Возможно, более прокачанный варик игры в ближе дальше. Типа, кто дольше сможет терпеть в одиночестве, тот и победил. Вопрос открытый. Ну, это просто психбольные скоты. Ну, как же это можно слушать? Типа, да, это не очень благовечная хуйня, если ты готов такое делать. То есть, до какой степени у вас внутри должно быть пусто? Поймите, это может лечь только когда пустота. Потому что, если бы у вас уже были бы... Чисью верт, он встает время от времени. ...то это бы на место этих знаний не вошло никак. Вот это бредятина собачья. Ну и самое главное, что пикап больше рассматривал технику знакомства на улице или в других местах общего пользования. И провести три свидания, чтобы на третьем тебе уже дали. Современные решалы биопроблем больше рассказывают о том, что тебе нужно подкачаться, нужно быть уверенным, надо бороться с гормоном стресса и так далее. И тогда тебе будут давать. Ну и постоянная ложная надежда, что методика рабочая, 100% только купи вебинарчик. И сейчас каждый свою методу двигает. Кто-то рассказывает просто про уверенность, кто-то про то, что надо показывать лухарь и жизнь и выкладывать фотки в инст, чтобы девки сами липли. Кто-то говорит, надо дропнуть девку, чтобы обрести больше уверенности в себе. Короче, все гонят свое видение. Очень разноплановое. Никакой единой базы я не увидел. Ну что же такое эта так называемая уверенность, харизма, как я ее называю биопрошивка. Ну опять-таки, это то, как ты выглядишь, какая у тебя мимика, движение. В редких исключениях девкам таки нравится деденсайдики. Неуверенность девками... Ну женщина еще чувство юмора супердопотопное, пиздец. Они никогда сами ничего не шутят, но пиздец, типа, если ты ей нравишься, она смеется постоянно. И ты такой, типа, это же буквально хуета, типа, ты не смеешься, потому что они смешные, я тебе просто... Иди нахуй, тварь ебаная, блядь. С женщинами странное общение, мне она никогда не нравилась. Исчитывается очень быстро, и тебя, разумеется, будут игнорить при знакомствах, поэтому этот аспект нужно прокачивать, чтобы повышать шансы из нулевых хотя бы до 10%. Опять-таки, многие эти так называемые тренеры обещают обязательный результат, если ты пройдешь вебинар или тренинг за доллары. То вот через месяц-два, если ты будешь делать то, что они говорят, девки появятся. Но это не так работает. В этом деле больше рандом решает и удача. У тебя есть рисунок твоего персонажа полный рост? По-моему, где-то был. Точно не помню. А что? Твои умения на момент обращения к био-вопросу. Купи мне курсы, научу. Не. Если ты говорливый, дяденька, со средневстратой... Только встал, а ты уже стримишь. А хорошо стримим. Да нет, за что. Специально для тебя, дружище. Давай так, если доначить 1 евро, то мне подаришь что-то на заказе имя. Сори, иди нахуй. То тебе может даже и перепадет. И может даже с тремя бабами за день в одной квартире. Не верите? Вот, пожалуйста, знакомьтесь. Герман Ягодка. Без всяких там тренингов человек ебался на вписках, знакомился с девками на сетах знакомств. Правда, 10-15 лет назад это было, но тем не менее. И какой совет он дал? Цитата. Да просто общайся, неси какую-то чепуху. Все. Лапшу вешай, и все будет. Вот и вся наука. Почему? По какой причине у него все так гладко проходило? Без заморочек. Это просто. Он не парится о том, как он выглядит в глазах окружающих. Второе, это умение умело балаболить и похуистические настроя, которым он сам говорил, что просто на похуях себя вести нужно и вести диалог. Все. Сейчас он, конечно, выглядит как 50-летний алкоскув, но советы звучат весьма жизнеспособно. Вещь не была... Тоннер бухой был, блять, постоянно. В том, как ты выглядишь. Главное было, это именно общение. Какой человек такое говорил? Да ничего такого я не говорил. Алгоритм, алгоритм. О, просто-напросто какую-нибудь... Сейчас подождать. Просто какую-то лапшу вешаешь, короче. Кому-то вешал лапшу, что я вообще там олигар, к примеру. Было такое. То есть это как пикапер советую, да? Ну, я не слушал никогда пикаперов. Ну, ты какой-то суперкрасавец, наверное, был. Нет, 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 нет. Просто флиртуешь, общаешься, пытаешься себя делать нормиса. Ни в коем случае не говоришь, что ты стример. Ничего в этом сложного нету. Просто расслабиться и все. Не надо говорить, что, наоборот, говори, энтим такой себе дает. Трахуйся так постоянно. Мне с тобой приятно просто пообщаться. Сделай вид, что бы она тебя захотела. Все. Ну, и плюс ко всему, очень появилось больше, наверное, народу, который начал бегать там за сексом и платить за всякие такси, рестораны. Не делали бы этого, не надо. Я никогда не... Я говорю, я свою жену за 9 лет в ресторанке не водил, считай. Ебать. Вот так, друзья. Ну, а что же с нашими... Ебать. Ну, мне кажется, что это вообще, типа, абсурд. Пикаперами. Год назад... Ну, хотя бы ни разу за 9 лет жену в ресторанке. Небесного я видел стрим, на который он приглашал современных пикаперов. И что же они заявили? Первое. Это то, что нужно выкладывать в свои соцсетки фотки лухари жизни, где ты на лазурном берегу, обязательно квартира с панорамными окнами, хату можно снять на нескольких таких же нищебродов, как и ты, и выйдет не так дорого. Придя в такую хату, энергия будет получена. Также предлагается метод использования нейронок и сделать видик, где ты, например, рыбачишь на яхте Мордашова. Обязательно нужно делать фотки в дорогих автомобилях и говорить, что у тебя майнинг-ферма своя в гаражах стоит, и у тебя свободный график. Можешь быть сегодня на Мальдивах, а завтра в Париже. От такого потока дезинформации недалекая особа, которая ищет денег, действительно может впасть в ступор и таки дать тебе поживиться энергией. Ну и еще один пункт, это биоклоунада. Нужно быть натужно веселым. Если ты не такой, то будешь считаться унылым хуесосом, душным и так далее. Для этого эти товарищи принимают какие-то осудительные вещества, чтобы, так сказать, производить впечатление веселых и успешных. И на многих это работает. Но, как я понял из их рассказов, это то, что большинство потенциальных поставщиц энергии сейчас хотят адену и ничего кроме этого. Поэтому метод с фейковым и показушным богатством самый рабочий для поиска быстрого получения энергии. Поменьше с бабами там ебись, блядь. А то мозг совсем атрофирован. Современные биотренеры поняли, что девки ведутся на медийность. Поэтому они все решили стать дохуя медийными, завести каналы и учить додиков уму-разуму. Но им дают за счет медийности. Это такой дешевый дофамин для девок. Они думают, что все блогеры-миллионеры, забывая о том, что YouTube не монетизируется и налоги на рекламу поводили. А пикаперы еще и долары получают свастьков за свои тренинги, которые чаще всего не работают. Но циферки есть, просмотры, медийность. Да, это работает. По сути, современные биорешалы получают трафик не за счет своих охуительных методик, а за счет медийности. Но это так, чисто мнение со стороны. Что касается тренинга в целом, на самом деле, подобные тренинги при всей своей очевидной малоэффективности все же приносят пользу. А именно, возможно, кто-то задумается и начнет спортом заниматься, бросит пивоз, либо хоть немного прокачает навык общения за счет того, что попадет, так сказать, в незнакомую среду. Еще и денег заплатил за это. Тогда уж точно не нужно отсиживаться в углу. Но! Молниеносных результатов в биовопросе не бывает. Это только в редких исключениях. И чаще у людей, у которых просто были проблемы со стеснительностью, а с внешностью, например, не было. Все зависит от уровня запущенности того или иного. 100 евро, а ты мне подаришься с изыскать в стиме? Да, окей. Ну вот, человека. Под одну гребенку выглядит довольно таки... Ну, методах выхода из положения без вложений и практически без выхода из сычевальни. Также о других аспектах биовопроса в интернете поговорим уже во второй части. Ну, а на этом пока все. Пишите письма и всего вам доброго. Виноград лобает жизнь. Сука, до сих пор, блядь. Всем здорова! А сегодня... Погодите. Погодите, эти комменты. Сидит советик и раздает, а ты в тапочках. Их пройди. Пикап трейдеры нам не брать, а не сваты, а не друзья. Захожу чисто почитать комменты про виноград. Главное, перед кипикапом есть виноград. Будет тренинг, как стать другом, сватом или братом. Виноград на инфлиете. Пригласил тебя, тянут к себе домой. А там был сват, брат и виноград. Сука. Ну вот, ролики про миопроблемы прошли. Не прошло и полгода. Я же виноградом поперкнулся, когда узнал о вреде пикап трейдер. Пикапер вам не брат и не сват. Не видитесь на пикап тренера в катлике? Да, он нашел тянг при помощи. Грусть и виноград. Не знаю, что-то с пикап тренерами, но вот что виноград может сломать жизнь, я тогда слышал. Любите тяночку, как рвань, любит виноград, как сима, любит мормыши. Запомните, дети, что любой пикап тренер вам не друг, не брат и не сват. Голосок-то все грустнее и грустнее с каждым видосом. Походу, опрокинула тарелка нашего виноградомана. А вот Куплинов, главный пикап тренер, который нам брат сват и даст скушать виноград. Загадка. Он вам не брат, он вам не сват. В очки он спрят за виноград. Пикап тренинги плохо, записываемся на виноград-тренинги. Травотворческое объединение не сват, не брат, а виноград. Вкусняйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok